и снова всем привет на канале олег нестеров брест сегодня у нас немножко прохладно минус 15 ну и начнем сегодняшний день уже все соскучились как бы никак дядя лежа не начнет работать да сегодня мы попробуем примерить детальки снимем размеры кое-какие ну и походу может быть еще что-нибудь сделаем но с утра как всегда анекдот муж жене сказал что уезжает в командировку да ну шел а сам спрятался под кровать пока жены там не было нужно на суть до дела такое приводит любовника и с любовником там веселяться на кровати муж все слушает жена говорит любовнице вася я тебе ребеночка хочу ну чё дура что ли ты даже пеленать не умеешь блин говорит ну горит ладно ложись покажу короче запеленала его всего так туго хорошо ну и пошла за соской на кухню ну и тут муж вылазит из-под кровати и так тихо тихо ему вася и пошел спокойно на кухню подходит к жене говорит слышь маш там вася по-моему обосрался где перепелена его такой да хотелось бы передать привет алексею валтусову здорово тебе он у нас живет в ханты-мансийске то есть там я работал строил аэропорт строил правда я в салихарде очень красивый там аэропорт передаю всем привет кто на рации ребята ну и мы начнем сегодняшний рабочий день заставка ну перед тем как начать сейчас начнем как бы вчера вот у нас в комментариях там под видео такой диалог немножко произошел что антикоррозийка да не вся антикоррозийка хорошая как бы но если заметили под антикоррозийкой гниет под некоторыми ну гниет то в основном наверное все таки не от самой антикоррозийки а от от гниет вот этого то что под ней вы плохо приготовили место то есть оставили или ржавчину или не заизолировали не вычистили конечно ржавчина будет развиваться так но антикоррозийки тоже бывают разные бывают как бы на битумной основе такие антикоррозийки трескаются то есть долго они не ходят и бывает на основе каучука там крошенная резина там каучук такие мастики эластичные то есть ими мазать нормально вот коем является бикор не знаю мне нравится вот попробуйте кто-нибудь он очень дешевый но когда вы будете мазать вы поймете такая масса внушает доверие ну сама по себе ну и человек еще сказал что говорит вот этим герметиком что мазала самое лучшее им до обрабатывать днище тут поспорить трудно да действительно это очень хороший материал и мажется он хорошо и слой у него толстый и он как бы прорезиненный от него все отскакивает да единственный тут вопрос то что конечно это будет дороговато на всю машину если делать а так в принципе можно да и герметиком этим заделать все закрасить очень неплохо произведем контрольные замеры как у нас правильно стоит стойка для того чтобы убедиться что у нас стойка стоит правильно либо заводские размеры берете но заводские в книжках уже не раз я ошибался так что мы меряем по той стороне то та сторона у нас целая зазоры сходятся значит а сторона у нас стоит ровно и мере находим точечки точечки сейчас я вам покажу сначала вот эту вот и сверяем на той стороне на самом деле точки могут быть любые как ей вы выберете ну вот берем допустим от края загиба и до стоечки вот до этого места то есть запоминаем точку по которой мы меряем вот у нас здесь 82 ровно и на ту сторону выходим меряем также и на этой стороне контрольные также замеряем 82 то есть размер у нас один в один раз у нас по задние двери один в один то и по передней нужно мерить то есть заднюю дверь мы уже отпадает зад у нас все ровненько меряем по передней двери теперь также выбираем точки которыми все то есть проемы дверей у нас один в один сейчас то есть это у нас ширина которая будет действовать на зазоры между двери дверьми и между крыльями то что у нас зазоры одинаковые по длине говорит о том что капсула у нас ровная теперь чтобы убедиться что у нас крыша относительно ровно стоит да то есть как потом рамки будут сидеть снимаем размеры диагонали двери для размеров диагонали двери можно конечно было бы померить по загибу кантика но загиб кантик не всегда то есть может сказать вам правду значит мы меряем от корневых углов то есть вот отсюда сейчас я потом покажу корень видим отсюда и сюда я меряю вот от этой точечки мы еще не отработали вот от самого уголка и меряю вот в этот угол и переношу размер на тут на той двери размер идентичный то есть миллиметр в миллиметр значит у нас то есть диагонали совпадают здесь я тоже промерила диагональ и еще можно промерить высоту крыши то есть с этой стороны и с той стороны чтобы она у вас не было завалено ну повторим контрольные точки замера то есть не вот в этом месте хотя ну примерный размер можно и здесь оттолкнуться меряем от корня сюда допустим сюда потом вот тут допустим чтобы у вас дверь хорошо лежала можете от этих мест промерить вот перегибов да где-то вот от этих мест и вот здесь вот смотрим как вот видите вот тут вот у нас вычерп ну ступень когда вот допустим к этой ступеньки примеряемся если у вас все совпадает можно померить двери как бы двери померить не можно двери померить нужно то есть размеры мы мало того что сняли размеры там два три миллиметра у вас может быть расход но нежелательно когда померили и размеры у вас сходятся контрольные собираем меряем все то есть сборка и разборка машины может производиться несколько раз за время ремонта с то есть вот пяти раз и до 15 то есть постоянно когда что-то особенно варите постоянно перепроверяйте одевайте запчасти снимайте запчасти даже вот лонжероны кто там не может промерить если вы померите крылья капот крылья и все у вас сойдется по размерам значит скорее всего лонжерон у вас стоит правильно со запчасти все подходят значит в морда у вас стоит правильно ну за исключением там два три миллиметра 5 до которые никакой роли не сыграют развал схождения отрегулируется то есть все нормально то есть промеряем запчастями промеряем диагонали сейчас мы померим еще лобовое стекло вообще когда-то у меня мастер горел олег а со стекла встает встанет все но он ошибался было так что вставлял стекло но двери не сходились теперь меряем диагонали стекла уголок вот в этот вставлять с этой стороны также и меряем либо по стоечке можете оба размера снимать вот и здесь теперь меняемся местами потому что как бы я знаю где я меряю тролик знает где он меряем представляем точно так же все размеры сходятся значит рамка у вас стоит на месте попробуем пробуем одеть двери что мне нравится в бу запчастях то что они даже если ты переварил подходит по заводским меткам ставишь из у тебя все точно зазоры можно не регулировать попадают я сейчас по отметинам ставлю отметина идти с другой машины но вверх отлично тут резиночка еще мешает но в принципе зазоры пляшут все это регулировочки подастся здесь у нас хороший зазор ничего не зажимает здесь тоже у нас зазор пляшет немножко сюда только дверку надо как бы все отлично ухтит дядя толя дверку ровняет откручивает сейчас снимем крылышко что-то не открутил для разрядочки так сидит может девушки подходит говорит девушка как вас зовут роза а где вы работаете в банке как романтично роза в банке вот так мы приколхозили фигню это туда еще телевизор ставить кино можно смотреть подпорки сняты потому что а надо крылышко пока снять дядя саша и наш голливуд расскажи анекдот как только не пошли нет дядя саша садись погреться идем как бы от задних дверей вот задние мы поставили да и теперь в передней мере то есть вот мы подогнали зазоры нас устраивают ну как бы это не окончательно но уже устраивает все рамочка у нас подходит все ровненько теперь меряем крыло как бы вот этот зазор тоже у нас пляшет на крыле да но вот там немножко не пляшет там еще я немножко не пойму скорее всего вот этот лонжерон у нас опущен надо будет его приподнимать но мы его скорее всего менять будем скорее всего мы его либо поменяем либо попытаемся приподнять как бы сами лонжероны нормально стоят единстве вот этот верх лонжерона плохо стоит может быть что-то не так меряем но пока как бы неудобно сейчас это все промерять все размеры сходятся единственное что лонжерон приопущен верхней то есть это мы разберемся уже завтра посмотрим сегодня нужно ехать за маслом съездить масла нету ну и на сегодня наверно все закончим как бы завтра попробуем до конца разобраться с этим лонжероном то есть собрать машину как бы дверки у нас на месте единственный вопрос с лонжероном то есть собираем машину если у нас все зазоры пляшут разбираем все готовим под покраску красим и потом будем собирать то есть машину еще раз повторяю нужно разбирать несколько раз не ленитесь разбирайте собирайте разбирайте собирайте пока вы не убедитесь что у вас все подходит иначе когда вы ее будете потом покрашенную собирать у вас будут нежелательные сюрпризы она сегодня все и на прощание анекдот но анекдот такой знаешь едет мужичок на парше разогнал 270 едет тут его короче мотоциклист обгоняет как ракета блин обошел ничего себе короче километров 10 проехал смотрит мотоциклист на обочине стоит ну к нему подъезжает мотоциклист поворачивается говорит слышь мужик ты верил я тебя обгонял ну там бабы сзади не сидела такая да ну ну а я на сегодня с вами прощаюсь надеюсь что то вы сегодняшнего урока подчеркнули будем назвать это передачей да надеюсь что то все таки вам подчеркнули что-то увидели вы полезное дядя олежа все разложил по папочкам появилась новая папочка обработка антикором да там или антикоррозийная обработка то есть еще может некоторые видео я разделю еще сделаю несколько папочек чтобы то есть вы точнее искали то что вам надо там сварка кузовная вытяжка там поделю будет папок много но я их потом построю в ряд чтобы вы не искали плейлист кто не умеет будет очень удобно искать то есть все как бы для вас будет сделано то что я как бы снимаю сторонние видео ничего страшного второй канал а не хочу открывать сторонние видео уходят потом постепенно последние добавленные добавляется каждый день видео и поэтому видео сдвигается 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 и вам удобнее будет просто смотреть по папочкам но на сегодня все нас лет все подписывайтесь то есть вот тут дам ссылочку как подать заявочку на слет о слете можете смотреть в папке дневник слета там и брест посмотрите что будет на слете все это будет написано ну и как говорится всем здоровичка добра и бабла правильно до следующих встреч